Лука мне тянет, нет? Ничего, я выпил пиво холодное, ухриплю немножко, сыплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирали, у тебя всегда такое хорошее настроение. Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем туда же? Все исследовал, все в норме. Ручки, ножки, глаз, копытца, волоски, все изумительное, вот такое. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. Я вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым нучком закусил, вот такое-то домой. Ты дома все вот так, отрегулировал полный порядок, хоть не приходи, вот так все. Салют стоял, смотрел, вот такой салют. Мало только 30 залпов, 30 залпов давай, 3 тысячи. На неделю, вот такая была бы неделька. Чесночком не тянет? Я же не просто пивка выпил, все наспор выигрываю. Политически очень догадываюсь, кто такой спорщик. Ставил на картера полбанки, и мой пришел первый. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь, это, берешь лучка, пущу человек в солонку, он бедный хрустит в зубах, во рту крепнет, и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Многие спрашивают, как бороться с запахом изо рта. Очень простой метод. Отойди, к чертой малире, запах вместе с тобой. Так же тоже что-нибудь наговоришь? Отойди, не стой в этом во всем. Сын у меня, вот такой сынок, ничему не учу, сам растет, как сексуал. Плохому учить не хочу, хороший сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи сынок. Видишь, отец голубцы в банке греет. Вот такой закусон, сам нашел. И тысячи. Посмотри, глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? И все, в благо у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. И надо настроение повышать. А у меня настроение и так, вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Живи не то же. И всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми. А так нормальными. Побогаче одних, победнее других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. И жить можно вот так. А дышать можно и в сторону. Забух он с тобой идет, а слова останутся. Так что дыши, чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит. Всем пока. Все, все. Да, да, именно, именно, именно. За все нужно сказать спасибо. Слава Богу пообедал. Слава Богу поспал. Проснулся, спасибо. Соснул, благодарю. Слава Богу одеты. На ногах, спасибо, штаны. На голове большое, спасибо, шляпа. На шее, слава Богу, кошне. И не надо роптать, критиковать, подсмеиваться. Эти роптуны только портят. Сидишь, слушаешь, дрожишь. Как он не боится? Что ж, все боятся, он один не боится? Боится, наверное, еще больше, но не может. В душе у него сверестит и произрастает. Дутие живота от мыслей. Я считаю разлучище, чем было. Молчи, чтоб не сглазить. Что толку вперед смотреть, когда весь опыт сзади? Я же все помню. Вначале стуали не было, потом мыла не было, потом дяди не было, потом тетя не было. Сейчас все они есть. Так что мне и детям, и им спасибо на веки веков. И никакой инициативы. Глаза в землю и вдоль стены. А лифтом вжик, кровать шесть, пледом шмырк, и сидишь в пледу. И никакой выдумки. Ты придумаешь, ты же и будешь делать, тебя же и накажут, что плохо сделают. Спасибо за то, что живу, что существую. Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, салатов, соусов. Не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем. При встрече с корреспондентами предельный оптимизм. Как только лицо выдерживает. Никто меня не спрашивал. Я сам находил микрофон, проливался и кричал. Спасибо! Молодцы! За 105 в месяц спасибо. За 110 большое спасибо. За 115 балуете. За 120 объясните за что. С детства мечтал зубы вставить. Вставил спасибо. Ошуществляется мечты. Слышишь, человек проливался. Посадили правильно. А проливали правильно. А проливали верно. Толкнул правильно. Пошлю спасибо. Жена уходит хорошо. Жена вернется хорошо. Одному хорошо. И с семьей хорошо. Много есть хорошо. Немного есть хорошо. Пить хорошо. И не пить хорошо. Все вокруг хорошо. Я из своих раздумьях во все организации пишу. Сообщаю. Ну, какому нормальному человеку придет в голову сесть и написать в организацию, что ему хорошо. Нормальному не придет. Нормальному не придет, а он нам придет. Потому что адрес и фамилия, и все знают, что ему хорошо. Он уже никаких сомнений не вызывает. А что вы критикуете? Кто рассказывает? Кто смеется? Кто плохо приказал? Кто плохо исполнил? Сами же все сами. Что же мы про себя так островно замечаем, а потом так тонко хохочем? Потому что кажется, что не про себя, а про кого. Только себе и спасибо за все. Молодцы. Я в Ленинграде выступал. Записка пришла. Где это вы тема берете? Записка пришла. Наверное, много путешествует или читает. Он там пишет. А он, значит, в окопе сидит, прикрывшись там. И сейчас спрашивает, а как это вы все запоминаете? Я говорю, забыть не могу. Ну ладно, не в этом дело. Вообще, конечно, сейчас наш самый главный шеф получил Ленинскую премию. Так что как-то уже на нашей улице, на короткой нашей улице, есть праздник. И ездишь в трамвае так вот. В прошлом, когда я работал у него в заведующей литературной части, вот и все. И слышишь, там это... Вот если меня в тихом месте там присоединили в теплые стенки, потом в горяческом зале, дефицит, доцент тупой. Трамвай, слышишь? И все хочется крикнуть, это же я придумал, товарищ, граждане, товарищ. Что же вы так? А, товарищ Шрекин, он не злоупотребляет фамилии авторов. Он так... Без ажиотажа к этому относится, так спокойно. Так что вот сейчас как-то я на свои харчи перешел. А ему там сейчас сборная пишет. Там народу много сейчас собралось. Ну, в общем-то, а с другой стороны, тут вопрос такой сложный. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что, конечно, нужно награждать обязательно человека, но все-таки... Как бы, как бы да. Дай мне квартиру, дай мне премию, дай еще чего. И я, пожалуй, вообще перестану это все писать. Поэтому правильно делай, что мне ни черта не дают. Я сломаю. Живу на подступах к Ленинграду. В общем, скоро там буду, я так считаю. Итак, а сейчас, между прочим... Вот, кстати, насчет аудитории. У меня такая мысль возникла уже какое-то время назад, но я еще не сообщал. Вот что значит, вот как хорошо мы сидим. Так как вот этим всем составом можно, в общем, и ездить по городам. Вы и я и показывать, как надо. А сейчас такие популярные театры. Чем популярнее театр, тем хуже. БДТ в Ленинграде, Таганка в Москве. Еще, допустим, в ходе популярные... Они уже реакции не могут понять, потому что в зале не те, кто хочет, а те, кто может. Это другие люди. Хватит спорить только о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты только вокруг технических вопросов. Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу видишь, что он хромой. Он признает себя побежденным. О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может рассказывать мужчина без прописки? И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого? С таким носом. Пусть сначала исправит нос, отразит волосы. А потом высказит что-нибудь неспорное. Мы его поймем. Поведение в споре должно быть простым. Не слушать собеседника, а разглядывать его. Самый острый момент попросить документы. Сверить прописку. Попросить характеристику с места работы. Легко перейти на «ты». Сказать, а вот это не твоего собачьего умодела. И ваш партнер смягчится. В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Ну, давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте упоминать философов, не считая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов. До хребуты, до драки. С теми, кто их ел. Воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя фильм по названию, живопись по фамилии, страну по хлопок и на путешествии, остроту мнений по хрестоматии, доводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела. Мы до предела разовем все семь чувств, плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С теми приходится себя поздравить. Прошу, к столу вскипела. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И выпустили духи, от которых все мужчины стали мужчинами и побледнели. И тогда наша маленькая и удивительная женщина не будет тратить столько сил на добычу и украшения самой себя. И из глазок у нее исчезнет большая озабоченность. И красота некоторых не будет стоить их мужьям такого длинного срока. А мозоли на лучших в Европе ногах пропадут вместе с теми сапогами, за качество которых мы так боролись. А мускулы останутся только у гимнасток. И мы будем смотреть на них и радоваться, что это не наша жена там кувыркается, мелькая широкими плечами и стальным голеностопом. А наша здесь ароматная, нежная, слушающая внимательно про все безумие борьбы за технический прогресс и езды в переполненных троллейбусах. Должен же дома быть хоть один человек с непомятными в автобусе боками. Это и будет равноправие, когда каждый приносит другому все, что может. Мы же все хотим после работы в лес, на траву. Пусть этим лесом будет наша жена. Спасибо. Такая еще есть штучка, я кому-то просто ее напомню. Что, я недолго тут встаю еще? Нормально. Я такой шепелявый, такой киптик шепелявый. Что вы все такие задумчивые? Вы за мной понаблюдаете забыть киндорбить от смеха? Я осень смесной. Вы просыпаетесь от будильника, а я от хохота. Забился под одеялом от смеха, открыл глаза. Что мне приселось, никто не знает. Хохотю себе! Осень смесной. Вот если вы видели, как костюм на мне сидит, я ссылил бы в ателье у нас. Сколько я ходил за ним, надо рассказывать отдельно, в отдельном месте. С глаза на глаз, а то вы разнервничаетесь. Однако ссыли, выносят. Одеваю. Кто ссыл костюм? Я могу с ним поговорить? Я не буду критять, я хочу посмотреть ему в глаза и все. Выходит сто человек. Этот воротничок, тот лацкантик, этот клясик, тот мазетик. Никто ни за сту не отвечает. Кто ссы, этот чудный костюм? Мы и не с кем говорить. Значит, никто не виноват? Никто. Все. Поздравляю вас, ребятки, вы чудно устроились. Одел костюм и посол. Парикмахерская хохот. Что вы смеетесь? Спрашиваю. Что я, похоже, на человека, у которого плохо ссыд костюм? Или притеска плохая? Сейчас будет притеска, главное не притеска, а дуса. Постригли, девочка, только душу в лозы. И что вы думаете? И постригла. В зеркало посмотрел. Сос ты, девочка. Сой, тебе враг. Сой, твой мусберцы. Ты посмотри, что ты натворила. Мне с фураски не хватит прикрыть твою работу. Мне с голову гонтовать надо. Она говорит, а что я могу это сделать? Они мне нозы не стригут. Статистик так затотил. Я не поленился к статистику. Что ты, девочки, нозы так затотил? Она за меня жутко подстригла. А зайдите, если их показывает, ты видишь, как они сделаны? Если завод такие нозы делает, их-то те, не те, они не соприкасаются между собой. Я не поленился, на завод поехал. Что вы такие нозы делаете? Их-то те, не те, они не соприкасаются. И девочка меня жутко подстригла. Посмотрел на меня контролер, вытер слезы от похота. А что я могу сделать? Это такая сталь. Ее ножом можно резать. Только не теперь, а с ним старым ножом. Летейщики подводят. Я не поленился к летейщикам. Летейщики, а летейщики, что вы подводите? Что вы такую сталь делаете? Сотни нозы не соприкасаются. Их-то те, не те, они рвут и девочка меня зутко подстригла. Квалификация у вас есть? Квалификация, смотри, дурочек. Вот сталь броню пробивает на зутком расстоянии. А чего же у вас мозницы не стригут? Мозницы. Гост у нас дурочек. Гост есть, все. Мы его держим, отойди. От твоей притески лететь, и хохотят, тюгун на ноги разливают. Так кто за это гост и выдумывает? Это в Москве в институте человек сидит. Он что, такой умный? Нет, у него московская прописка. Но я не поленился, в Москву звоню. Сотни, говорю, гостовик ты. Такой странный, если даёт. Они не соприкасаются. Их-то те, не те, они рвут. И девочка меня зутка подстригла. Ты можешь гост поменять? Гост поменять? Он так захотел, что у него трубка выпала. Гост поменять? Я же лучше полжизни из жизни не тёсали буду ходить. Я лучше умру под латым. Я и тебе советую, ходи как есть. Но с трудом, ведь я не с трудом, отсутивайся. В общем, со стрижкой уладили, всё в порядке, так и хожу, отсутиваюсь. А сейчас мозг себе строю. Непонятно? Я из зубоврачебного иду. А вы думали, у меня дефект третий. Телески меня из новых материалов сэкономили целиком. Там тоже хорошо. Врач мост ставит, техник мост делает. А детали моста из Барнаула летят. От смезников. Сейчас как раз и дыдаем. Поэтому я такой смесной. Но главное, в человеке не притёска, не зубы, а дуса. Один лекарь трепался, что Бога нет и дусы нет. Но Бога нет, ладно, а дусу. Дусу залка. Зачем дусу вместе с Богом отменили в попыхах? Нет дусы, вкладывать нечего. Зато голова сухи твой, кивать я с тем. Так что смеетесь надо мной, смех инфаркция не даёт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лучше... Лучше стал жить... Спасибо. Да, лучше стал жить народ. Раздухарился, осмелел. Из мусоропровода рубахи пошли. Бритвы механические, абажур, галантерея. Раздобрял народ. Соус в канализации находят. В отбросах рыба фаршированная. А вчера старушка двоих окатила с балкона. Химчистка не взяла. Сироп. Окончательно народ сдурел. Шуточки шутят от приедания. Магазины ломятся, 46 размер никто не берёт. Мужчина на физической работе 52-м животом об верстак трёт. Кашне ему не хватает шею замотать. Вместо рожи такая сковорода? Жена или другая женщина за неделю не перецелует. А вы говорите, концентрат ворне. Бабка с магазина прёт, с неё крупастый пицца, куча ворон сзади не обернётся. Сама жирная и дети у неё кроты. Щёки сзади видны. Сзади свисает, как черешни. А бабы некоторые только боком государственные учреждения. Только боком. С командой ей пятки вместе носки вроде. Умрёт, не сомкнёт. И дышит, как компрессор. Желудок на глаза давит, желудок. И грозит им полная недвижимость. Им говорят, двигайтесь больше, дамы. Вам грозит недвижимость. А куда же они пойдут? Два шаг вперёд телевизор, два шаг назад туалет. Руку протянул в мусоропровод, где я всё на себя принимаю. А у меня ж забота. Это ж ни одна ж комиссионка макинтош китайский не берёт. Брюки, галифе, диагональ. Ещё четыре поколения могут сквозь чащу продираться. В отбросах. Только ходят девки, губы кривят. Того у меня нет, этого у меня нет. Я говорю, встань на моё место под мусоропровод. Всё будешь иметь. Спасибо вам за внимание большое. Спасибо. Дорогие друзья, разрешите мне от вашего имени Михаила Шванецкого за этот прекрасный вечер, за то, что мы уходим отсюда с таким хорошим настроением, пожелать ему творческих успехов, всего самого наилучшего, чтобы в его зале всегда раздавался смех, и мы надеемся ещё не один раз встретиться с ним в этом зале. Ну, и всё-таки, чтобы закончить этот вечер, я прочту маленькую, одну маленькую, и мы разойдёмся по-хорошему. Просто... Ах, ещё с собой было у вас. Ах, ещё с собой. Спасибо. Как-то я не взял её с собой. На память я не знаю. Посмотрите, сколько здесь бумаг. Как же я могу на память? Ну сейчас найдём. Посидите в покое. Поговорите между собой пока. Ну, после того, что девушка сказала, конечно, уже неудобно продолжать, конечно. Так и хочется всё-таки собрать вещи и побежать домой. Уже всё с успехом, со смехом в зале. Ну, мне нравится, что она всё-таки досказала. Это правильно. Мы с приятелем... Вот оно же, оно же. Я просто готовлю вас из себя психологически. Мы с приятелем выиграли торт в доме отдыха. Нас с ним никуда не пустили. Несогласованность, знаете. Дарят одни, зачастую садят другие. Ну, мы с другом выпили по сто. Им поняли, что награжают одни, упирают другие. А мы намусорим. А так на коленках съели, только костюмы испачкали и всё. Пальто мне заказали с воротником. Отобрали, мол, от Ильи это пальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступают и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Хотели им насильно вернуть. Их больше не хотят они. Ну, выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится, Касантин. А что, нормальное? Отличное. Они же объяснили, что это заболело. Там подкладка, усадка. Девочки молодые, счёты на 7 рублей никто не идёт. Они же всё объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через два дня календарь отказал. На дворёжной тридцатом всё десятое показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы по 300. Я посмотрел на часы. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. И правильно сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санатории попали специализированные. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратник гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Касаньки. Обратно лететь в сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода. Полсуток техническое состояние. Пять часов в кабине багаж грузили, шесть часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально, говорю, отлично. Всё равно быстрейшим поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее, вроде бы даже медленнее. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Нормально, Григорий. Отлично, Касаньки. Посидели, отдохнули. Сейчас летим обратно. Правда, сели в Куйбышево, потому что Казань не принимала, хотя нам нужно в Харьков. Но у нас с собой было. Сейчас в город посмотрим. Нормально, Григорий. Отлично, Касаньки. Нам сказали, что стоянка шесть часов. Через час предупредили, чтобы не уходили. Через два часа взлетели. Ну, не все, конечно, те, кого предупредили. Но у нас с собой было. Поездом поедем, всё расстраиваться. Нормально, Григорий. Отлично, Касаньки. Приехали домой, снова поездом на глаза попалось. А у нас с собой опять было. А что, Григорий, шапатишка-то нормальная? Отлично, Балентон. Носи на здоровье. Ну, ещё я буду ходить сзади и объяснять, что никто не хочет за 70 рублей. Ну, на тюго. А тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто по приглашению представителя горосполкома. Он по телевидению выступал. Приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал. Мы сели, поехали. Ну, у нас такое впечатление всё-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти, объяснили секретаршу, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостиниц мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, чё, действительно, нас много, а мест мало. Нас много, штанов мало. Нас много, самолётов мало. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет, у меня нет. Нормально, Григорий. Отлично, Касанти. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ В жизни? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все мне говорят, не ищите лёгкую жизнь, но никто не объясняет, почему я должен сказать тяжёлую. У каждого своё увлечение. Один марки коллекционирует, другой монеты старинные, а я хочу современные. У меня своё. Хочет человек иметь много денег. Это же не преступление, это увлечение. Так ща же всё зажали. У академиков мне класс как раз нравится. Но это труды какие-то надо иметь. Не скрыть. В дыму сидеть, червей скрещивать. Как у них там сначала кандидат, потом доцент, потом профессор, и только потом академик. Пока тебе дадут этот оклад, позеленеешь. Им же всем по сто лет. Абсурд. Государственная премия сравнительно неплохая. Если так вдруг сразу по почте получить. Но тоже всю идею испортили. Открытия какие-то надо сделать. Причём я бы и сделал, не жалко. Но как, где, в какой области. Поподробнее пусть расскажут. Может, месторождение какие открыть? Скажи, куда ехать. По карте, к сожалению, не ориентируюсь. Укажи транспорт, местность. Там уже пацаны покажут. И для алмазы тоже могу на жилу попасть. Золото промою, если блестит. Они же не говорят, где искать. Сами, мол, копайтесь. Ну, я за город выехал на трамвай, немного покопал. Дождь пошёл, я в костюме. Миску набрал этой грязи, под краном перемывал. Ни черта нет, заставил водопровод. Открытие тоже могу сделать. Что значит фундаментальные? Какие могу? Во-первых. Во-вторых, поподробнее давай. Поподробнее. Что-нибудь из химии? Что-то куда-то накапать? Скажи, что куда? У меня посуда кое-какая есть. Ты же дай человеку заработать. Песню предлагали писать для радио. Первая премия 500 рублей. Ну, 500-ок 500, тоже не валяется. В общем, я сел за это, за стол. Долго так сел, Ш-2. Напевчик намурлыкал. И там подвох. Ну, так как-то надо знать. Я им позвонил по телефону, напел в трубу. Скандал вышел. Девушка молодая, ещё слабая. Она упала там, что ли? А трубку не могут у неё из рук вырвать. Но я-то пою. Голос у меня противный, но 500 рублей-то зарезал. А тут очередь, а я же из автомата пою. И прошу, чтоб там записали. Ну, конфликтнули мы здесь с одним из очередей. Так что я на работу не пошёл. Сел на больничный. Пробовал писать роман. Но тоже, если уволиться и сесть писать, то жить на что? А если работать и писать, то жить когда? Может, сначала премию бы дали? Дали бы человеку заработать. Актёрам можно было бы встать. Но тоже надо, чтоб народ на тебя пошёл. Порублюсь надо собрать народа. Я же тоже не дам рубль за первого встречного. Видишь, как всё зажали? Всё зажали. Только на себя надежда. Я тут ночью вскочил, как ужаленный. Мы же все забыли. Здесь же был царизм. Воровых, князев, все в золоте ходили. Куда же это всё исчезло? Сейчас же ни у кого ни черта нет. Значит, всё закопано. Ни одного старичка поймал, он мне всё рассказал. И обещал показать место, где по его памяти 8 кирпичей лежат золотых. Только копать у него сил нет. Это один старичок 8 кирпичей указал, сколько их тут бегает по поверхности. Копать надо, всё перекопать. Фонарь, лопата, кусок колбасы и вглубь уходить. А что сидеть? Может, у кого иначе? У меня от аванса до получки просто страшно время тянется. Лично у меня. Ну, приспособился народ, но публика вертится. Едят то, чего нет в меню. Носят то, чего нет в магазинах. Угощают тем, чего не достать. Говорят то, о чём не слышали. Читают то, чего никто не писал. Получают 120, тратят 250. Граждане воруют, страна богатеет. В драке не выручат, в войне победят. Наш уже давно занял очередь в шести местах. И отметился на работе, и свозил начальника в баню, и подписал справку. И получил уже в первой очереди, и наорал в третьей. Как это я не стоял, это вы не стояли. В стране появились первые пять миллионов непьющих. Я чувствую, что всё время паузу нужно делать. С появлением вас очень оживились и потеплели отношения с милицией. Автоинспекторы стали родными людьми в театрах и магазинах. А мастер станции техобслуживания самый дорогой гость до столом у прокурора. И дальше они уже идут вместе к светлым далям. Вы не просто заменяете крылья, вы перестраиваете общество. И поэтому давайте серьёзно. Когда говорят о службе хорошего настроения, это попахивает жалостью. Давайте за деньги. Хотите улыбайтесь, хотите нет. Делайте честно и выставляйте счёт. Хватит дружить, давайте работать. В ваших руках наша кожа и кости. Страна приобрела пять миллионов ковбоев, она может их потерять. Пять миллионов подожди ближе к своему концу. И если по статистике средний возраст мужчины 67, не надо его укорачивать искусственно. Мы мчимся, дикий поезд из пяти миллионов машин с остановками на узловых станциях вас. Страна большая, ваш автомобиль рвётся на север, лезет в грязи болота. Советский человек впервые сел за руль нормальной машины и перестал торчать кверху задом. Машина ваша как пиджак, одел и пошёл. И если чуть помят сзади, то прикрывает. Наш умелец, который привык всё регулировать своими руками, попал в глупое положение и поплёлся к вам за приборами. Теперь только вместе крестовины и позвоночники, тормоза и печень, рулевое и кишечник – всё взаимосвязано. Давайте следить с молоду. Пять миллионов смотрят на вас. Ответьте им достойно. Говорят, что карта мира не имеет белых пятен, что открыты острова и плывут материки. Очертания известны и течения интересны, и журнал «Вокруг света» печатает карты и рассказы. Вы расскажите мне про Париж. Вы говорите, там розовый воздух. Вы говорите, там бульвар инвалидов и повсюду маленькие бестро. Вы говорите, там художники рисуют на улицах. И приезжий чувствует себя как дома, как интересный. А вот и документальный фильм. Да-да, ну как будто, ну совсем как будто мы там побывали. Полтора часа среди парижан. И даже получили подробные ответы не на свои вопросы. Самоотверженный труд кинооператоров. Несколько кинооператоров шатаются по Парижу. А за их плечами лица нас, миллионов. А вчера в воскресенье в 17 часов мы все объездили с корреспондентом заповедника. Мы все притаились за деревом с одним оператором. Мы все промчались по дорогам Голландии на Фаэтоне, которым правил наш корреспондент. Как интересно, журналист очень аккредитованный, лицо не влезает в экран окончательно. Там, говорит, сзади за моей спиной Нью-Йорк. Там сзади бананы, гроздьями и жара. Здесь вокруг меня собираются обезьяны и совершают набеги. Собираются вместе и нет, говорит, спасения, говорит, от них. Если все вместе обезьяны. Фейджи, Таити, Лос-Пальмас, такие названия. И острова, говорят, очень давно открыты, говорят, кем-то. А сейчас живут на доходах туристов каких-то. Выставка цветов на Таити. А Таити открыт давно и работает круглые сутки. А Багамские острова? Как вы не бывали на Багамах? Ну, грубо говоря, не бывал. Вы же знаете, все время на работе. Глянешь иногда в окно. Выйдешь куда-нибудь на троллей буси. И, в общем, всегда обратно. Так сказать, умом постигаешь, воображением. Дома все себе можно представить. Я почти все себе напредставлял. До того воображение разве-то мурашки появляются. Если рык явик. Если Африка потеет. Однажды до утра раскачивался на пальме. Проснулся мозоли от пальмы. Я ее обхватывал ногами. Ночью вскочил мокрый от Ниагары. Брызгает жутко. Я понял, что Новая Зеландия похожа на Кавказ. Где-то под Сухуми. Австралия тот же Алтай. Нью-Йорк напоминает Киев где-то в чем-то как-то. Я завтра досмотрю где в чем и как. Часа в два ночи появляется Сидней. И раздражает меня он раздражает. А если мне хочется с ними поговорить, то я их вижу здесь. Они же все здесь бывают. Финов вообще уже от наших не отличишь. Их не Хельсинки тот же Гумель. Я так думаю. Попробуйте меня разубедить. А нехватку воображения можно пополнить в самом популярном клубе. Клубе кино, теле, дома, горе путешественников. Когда своими глазами видишь тех, кто побывал в Дании. А тут мне один оптимист рассказывал. Специальная передача готовится для путешественников по телевизору. Самое, говорит, интересное пароходом будет. Экран, на экране вода, океан. Земли ни черта не видать. Как ручек не крутить, земли не видать. Если океан спокоен, никто ничего. Плывем. По квартирам тишина. И вдруг налетает ветер. Причем внезапно. Из телевизора. Как даст прямо в лицо. С брызгами. Там инструкция будет. Ведро воды сзади в телевизор заливаем с утра. На ведро воды пачку соли за семь копеек. И ветродуй. Это если диктор предупреждает, что поплывем. Потому что, если поскачем, допустим, на лошадях. А аппарат сработает на брызги. Впечатление не то. На лошади с веслами, как дурак. Значит, вот так ветер двинул, брызгий, лежишь мокрый. Горизонт вверх, горизонт вниз. От телевизоров будут рычаги к кроватям. Оператор на студии управляет всей качкой. Пока людей просто выворачивать не начинает. По сто квартир в доме и все плывут в Австралию. Если очень плохо, зашел в кровати и все. Но впечатление потерял. А тут крик и чайки с кухни. Что-то кусает из динамика. А сейчас цветная стереофония готовится. Мы в Стамбуле с корреспондентом мустрит сживали. Он по ихней стороне экрана, мы по нашу. То есть он жует. Стереофония, звук, цвет, хруст, писк. Единственное, вкуса нет. Хотя слюна уже есть и очень большая. Президент можетangs измерить его из какого-то и вовле есть. Это очень большая. И если закончится за ручку из эпamenю potential. Там все сравнили, желание может быть تعaluенная. И мы только забрали рав representatives и of они плавничные глазу, здесь мыIS! Вз concerning 6 мест. И мы Saints. Я бы не смог раз. И здесь мы уже и в Diamond. Продолжение следует...